Кировский танцевальный коллектив «Рапсодия» вернулся с наградами, в том числе и гран-при из Нижнего Новгорода. Там прошел международный конкурс с четыре сезона. Несколько лет назад этот конкурс организовал танцевальный совет ЮНЕСКО, структура, которая занимается вопросами образования в мире. Чем покорили жюри кировские танцоры, расскажет Екатерина Зубарева. Только вернулись с конкурса и снова тренироваться. Останавливаться на достигнутом воспитанники танцевального коллектива детской школы искусств «Рапсодий» не собираются. Юля Шумилова занимается танцами четыре года. После поездки в Нижний Новгород поняла, чтобы стать профессионалом, нужно много репетировать. Мы рады, что мы выиграли. Но, конечно, мы считаем, что мы там супер, мы порвали всех. Это, конечно, неправда. Но мы все равно стараемся репетировать. Но все равно, если мы выиграли, это не значит, что нужно расслабляться. Мы все репетируем и репетируем. Конкурс хореографического искусства под эгидой танцевального совета ЮНЕСКО прошел уже в четвертый раз. Участие в нем смогли принять как российские, так и зарубежные танцоры. В этом году посоревноваться приехали более 40 коллективов. Кировчане покорили жюри постановкой «Путанеско», за что и получили гран-при. Также ребят наградили дипломами лауреата второй и третьей степени. Победа, по словам самих конкурсантов, стала для них неожиданной. До последнего момента не объясняли, зачем нам нужно будет выйти в финале гала-концерта на сцену и в определенную позу встать и стоять и ждать. И мы все ждали, все волновались и не знали, что будет. И когда объявили, конечно, у всех был восторг. Увидеть и оценить выступления танцевального коллектива смогут и кировчане. 30 апреля в филармонии пройдет отчетный концерт Детской школы искусств «Рапсодия». Екатерина Зубарева, Данил Кочкин, Бюро новостей Дайвича. Продолжение следует...